всем привет мы едем заходим нет еще не заходим это я только упал на картон в общем мы не едем в львов мы уже почти приехали в львов чтобы снимать l200 в славском вам не приятно это сегодня будет все про отель и жрачку бухачку поехали мы тестируем поезд киндай надо проверить и он дэй эндэ это у россия у нас киндай сняли но вообще интерсити это нормально когда там работает интернет то есть когда он в киеве пока стоит вообще не скучно если больше наших наши поднекольники там где-то в купе спать ночью на пол и ешьешь скорых на вас когда и не корейский я не знал так ладно они потише делать было дело было вечером делать было нечего антенну закрепил это самое интересное нам есть чем смирять заявлено 160 километров в час но говорят что он ездит со средней 160 да это броньё потому что он не ехал больше 160 уже так подожди надо удалить это зависит от того каким топлём его заправили если он в хуй то а может уже сегодня можно так не говорить нет тут в хуй заправляют хочется запикать то есть покупая бутерброды по дороге ты можешь ускорять поезд так сейчас забыли мне понравилось как эти девочки в кафешке такие короче я пойду скажу что мы через 15 минут закрываемся а ехать еще час вот это вы не понимаете а какой прикол если у них все равно таможенный вред у них же карта закрывается только в этом погоне а в этом погоне будет все работать а вообще самые годные когда карточки кредитные не работают в кафе но только в Киеве и в Львове в конце закупаешься сначала перед выездом сервис так подожди вот это вы нахлые вообще из комплекса уже 5 лет назад об этом и мечтали заходы да я же говорил что Интерсети это просто шаг в будущее для транспортной системы Украины вот без сарказма которым все как-то знаешь попиздели и попиздели на Хельдайские поезда и ездят наверное уже не ездят почему не ездят помнишь как они каждый выходной останавливались где эта фигня а она включена вообще? да может ты к ней подключишь так вон там Mi Power это происходит же к Xiaomi нет она должна быть весь Blue Box V Box да давай сейчас я покручу почему машина всегда говорит Blue Box ну я не знаю я думаю что это с детства ты бывал на ранчо Майкла Джексона? не работает так а я сейчас скажу у нас там на экране скорость не видно там на белом фоне скорость не видно ну да здесь просто нету GPS в смысле нету GPS? ну GPS антенну хорошо вставили давай я ее буду в руках держать вот так как все равно ну видите вот одним словом Финдай не пропускает сигнал интернета нету GPS не вот здесь тоже мигает кстати что нету GPS да может одним словом Украина кстати обратите внимание еще не к чему реально примагнититься причем что интересно даже вот этот замок он какой-то силуминовый что ли но к нему тоже не магнитится но есть другая штука а вот вы не запускаете слушай что? слушай ну ладно подождем пока появится который по спутникам проверяет а у тебя работает? а где твой телефон? 158 159 158,9 все самсунг круче чем наш и бокс ну подожди нам же надо сравнить с тем что на экране ну давайте будешь говорить а мы будем 158 159 159 156 ну слушай я тебе скажу что 159 159 159 приблизительно он прибирает так же как в машинке 159 159 159 159 159 159 159 159 давайте оттуда беги сюда 154 19 159 ну сто 159 159 129 18 Все? Не работает? Все, пойдем. Так, мы сейчас приезжаем. Садимся на машину сразу? Нет. Кушаем. Мы приезжаем, у нас трансфер до места котел-старта. Да, потом кушаем, потом трансфер до места машин, потом кушаем. Да, а потом два часа ехать, снимать и там кушаем. Потом обед. Да, ну, снимать некогда, там расписаний нет. Я уже написал приблизительно, что мы и как будем снимать, но надо это как-то сбросить в телефон. В интернете. Подключить Wi-Fi. Да, я уже прав, как-то не очень с Wi-Fi. Знаешь, самое главное, в чем проблема? Что ты намочил чемодан, в котором ничего нет? Нет, там есть боли утрата. Шарф. Шарф в бэкстейдже, который еще не вышел. Но, наверное, уже вышел. Я реку ведрокамеру. Ты уточни для зрителей, что там не слава в чемодане. Мы только приехали, а нас уже пригощают борщовым компотом. Мы ждали, ждали, что нам ложечку принесут. А выяснилось, что это нужно сёрбать. Так же? Ротом. Я реку сёрбал? Да. А ну сёрбани. Только тихо. Так гучно сёрбати, то не самовыкорно. Не самовыкорно. Ты субтитры будешь писать? Чи хто? Российского. Где? Ну что, лучше чем в этих ваших Европах? Не знаю. Пока не понял. Ну, хамон есть. Как по мне, лучше чем в Европах. Сейчас ведущая моногастроэксперт. А ну оценочка. Ура моногастроэксперт. Ну сколько из 10? 12. 12 баллов? Тест-драйв-корс. Или фото? Я фоткаю только. Мы же журнал. Журнал идти. У нас есть специально подготовленные и достаточно интересные трассы, для того, чтобы показать все возможности на обновлённом ГЛ-200. Ну, то-то зараз доехать туда можешь где-то где-то сделать где-то фотокадр по дороге. Туда ехать где-то в 1.40. Как ресторан называется? Паньская гора. Вкусно. Так, вот наше Рабанище. Ну, это не наш, слава богу, сегодня. Базовая комплектация. Бросается в глаза то, что нету подножек. И самое интересное, если посмотреть на резину, 205 и 265. Надево! Как в Запорожце. Тут 205, послушай. А это не Запорожце. Женева. Цифровой дисплей, да. Мы привыкли обозревать L200, не залазя внутрь. Но сегодня нас всё-таки обещали пустить. Говорят, ребята, вы так хорошо сняли в Женеве, мы решили вам разрешить залезть в машину. Петелечки. Кузов хоть открыт? Нет, конечно. Кузов не поменялся по размерам. Вот это вторая комплектация. Ну, средняя, в смысле, я не знаю, на вторая или третья. Здесь добавляются у нас уже подножки, дискачи. И что-то ещё. Ну и вон наш топчик, смотри. Смотри, теперь Ярик же его делает. Ярик, а ну сделай женевский обзор. Смотри, в топе добавляется эта фигня сразу или это аксессуар? Нет, думаю, это аксессуар. Ну он красивый. Смотри, тут уже что-то копали в нём, грузили что-то. Тут дождь был. Ну и вот самый офигенный, я думаю, что его надо забирать. Правильно? Что ты спрашиваешь? Берём, всё, поехали. Можно вообще каждого по машине сделать. Ключа только нет. Зато тут нёдлые фары, слушай. А чем отличаются спереди топ от среднего? Зачем? Нет, смотри. Здесь тёмное с надписью Mitsubishi. Это, наверное, вот этот пакет типа идёт. Сзади и спереди ставится. Ёха, ты видишь, эстет сразу заметил отличие. Сзади, тут смотри. Очень важный элемент. Прошу заметить. Здесь есть заглушки, я не знаю, в смысле, от противотуманок, а здесь нет. Такого мы ещё не видели. А может где-то будут ещё и противотуманки. А давай посмотрим, от чем база отличается от всех. База отличается, я бы сказал просто. Но диодные фары только в топе, а в базе и в средней одинаково. Ксенончик. Зеркала у всех. Да, слушайте, вообще база отличается в топе и в средней. Между этими. А, то есть ты хочешь сказать, что это вторая, вот третья, а то четвёртая комплектация? Да. Топовых, короче, они находятся. А, то есть в третьей уже есть диоды. Да. А в топе кожа. Да, здесь хологеночки обычные. Ну, в базе уже есть цветной кранчик. И колюса. Это основная специальная для бездорожья. Между прочим, пустые шифры. Руль есть. Кондиционер есть. Ну да, три хардкнопки. А, так тут механика. Ну да. Всё, пошли за вещами. А? Так и там вещи пашины. Но мы не идём за вещами. Давай заберём. Новый Mitsubishi L20 оказался настолько маленький и невместительный, что Паша на сумке выехала назад. Я бы сказал, что вы просто как бабу вечерних платьев набрали. Да, конечно. Сейчас покажу, что у нас там. Вот здесь сижу я. Ярик здесь уже не вместится. Да Ярик никуда не вместится. Давай начнём с этого. Ну здесь много места, но верёвка маленькая. Это как гребётка это, а? Что? Ничего. Смотри. Твой чемодан похож на проститутка-аутистка. Коллодки эти, блин. Паша, это с твоего чемодана натекут? Да, конечно. Или с тебя. Слушай, а у тебя шнур для айфона есть? То бачок путик. Шнур для айфона. Всё, поехали. Давай на айфонаре. Ну садись. Мы были вынуждены принять хабари от Mitsubishi. Так что L200 вообще за *** стал. Вот прям сразу. Круто вообще. Да? Да. Только у меня на пузе расходится после этого ресторана. Так, послушай, а ещё 4 килограмма тебе нужно за эти два дня. Федя, слушай, там подписчики интересуются, кто тут мажор на BMW перекрашенной. А чё она не перекрашенная ещё? Она ещё будет перекрашена в вашем проекте. Ты, кстати, там писал, кидал клич, я готов свою отдать. Попом-дос. Вперёд? Нет, конечно. Попробуй. Закисываем. Блин. Ярик, только я прошу, не надо садиться после вот этого. Пластиковый. Да, вот этого не надо. Там по жёлтым написано, что вот Ярику не садиться. У тебя очки настоящие? Да. Блин. А у нас нет. У нас всё настоящие. А машины? Естественно. Ещё более чем настоящие. Точно не Fiat? Ха-ха! Блин, башня. Сумки летают. Субтитры сделал DimaTorzok Констатируем, что трасса Киев-Чоп за Львовом в отличном состоянии Мы уже где-то соточку проехали И до сих пор не можем найти участок, где бы понять, все-таки трясет подвеску или не трясет Потому что оно очень ровно, респектос тем, кто это делает Паша заезжает на эстакаду или рампу Но Паша говорит эстакада Мне кажется, про ней надо брать Паша, вхой! Не, нормально Отсюда просто выглядит страшно Слушай, а она, по-моему, на таком же диске запаска Да По-моему, такой же диск Нормально справа колеса? Нормально? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы остановились где-то на трассе И он попытается померить разгон Говорит, коробка делает так Трр-р, трр-р Сеня пока целый ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, что его фура сейчас обгонит. А вот как-то так выглядят путешествия на пикапе, если у вас нету Хунга. Серёга, как тебе, кстати, наклон спинки? Вообще удобно. Серьёзно? Не, серьёзно. Но поверьте, если человек, севший на второй ряд в пикапе, говорит, что ему удобно и сразу не ноет, то так оно и есть. 25 градусов, всё-таки там, наверное, ощущаются. В Амароке, в Хайлаксе и в Рейнджере не так прикольно. Есть? Так, теперь, потом надо будет подснять вот это, что я сказал. Пишем. Можно ли пересесть в пикап с кроссовера и путешествовать? Вопрос. Ваш вопрос, можно ли пересесть в пикап с кроссовера и путешествовать на нём так же комфортно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что там стукает? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сегодня до года мы не доехали. Ночевать будем здесь. Это вежим и вежим. И, кстати, если вам интересны не только машинки, но и рестораны, отели, приколы, путешествия, то у нас есть еще один канал. Инфокар бэкстейдж. Там все, все, все. Думаю, вам понравится. Ссылка будет в описании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да я уже понимаю, что это бэкстейдж бэкстейджа должен быть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скрытые видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готов? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это новый L200 канал, который вы смотрите, называется инфокар. Мы забрались в горы, чтобы посмотреть, что может этот пикап, с новым автоматом, улучшенной геометрией и увеличенным клиренсом. Ну, а все, что вы сегодня увидите на фоне, называется украинские Карпаты. Ну, как не уступая. Вообще-то он имеет на нашем рынке всех одноклассников за счет... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 через 45 встречаемся здесь быстрый звездный час байдачного и пьянка вот эти люди всегда вот так вот напрягают почему нужно приезжать хочешь пойти в номер буквально у вас есть 15 минут и потом ну слушай у вас есть 45 во-первых во вторых вам предлагали пойти в спа вместо того чтобы лезть на горы это же было опционально это не предупреждали ну пашенька матусяка матусяк все услышал что хотел и как говорится все эти два часа провел ты слышал ну так все правильно не ну так кто нашел на шоу учился а виденка машня здесь да здесь и доведенка мне просто двойное гражданство так все все штатив чита чита а у меня 102 а где это у меня за каминной зал так она толкнет дверь тоже можно было остаться в каминном зале тоже нового места невероятное денег эмоций времени и энергии ввали на нехило держи а где 105 блин я тебя что провожал что ли а у меня 102 и что мы через 45 минут внизу номера сравнивать бурин но уже тут ковры везде а мы как цыгане с грязными ногами так ну неплохо я вижу нашу машину я рек на камеру номер покажи не неплохо действительно как замок балки такие даже телевизор есть лето наверное вообще шикарно или зимой когда снег есть а так даже не знаю необычно начал ну серьёзно всем доброе утро говорят что в горах вышел снег мы выбились вышел да вышел снег мы выбились начало колонны там женя сокур нас настоящий какой-то чили сколько она у него не знаю наверное 6 вот так что есть шанс что если мы застрянем нас вытянут быстро но пока непонятно что мы там наснимаю потому что у нас глючит коптер ты вообще там наверно ехать надо будет в лесу колея вправо влево съезжать нельзя еще самое неприятное колонны посмотрите уже в видосе но я думаю Серёга этот процесс тоже подснимет хотя бы пытаться с двух камер снимать и едем мы куда-то куда-то совсем в горы в самые говны с нами опытный внедорожник слава матерь кстати если что в одной из последних машин замыкающих к слову резина у нас не самая таки шоссейная здесь стоят близаки бриджстон если кто знает это зимняя резина такая очень злая то есть я бы например для города я не брал то есть это не оффро да но и не совсем совсем шоссейка как то так и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Дим, я с рацией Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Камеракар с автоподруливанием. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Давай я попробую сначала сам угадать Ладно, в колее четко А, в смысле не в колею, да? Режим рок включать или не надо? Здесь, видишь, грязь, она такая Она страшная, но проездная Вот на этом эффекте Ну, тебе нравится? Да, но мы тут уже рассказали, что ты однажды показывал Как может трекер И нарыл там такие ямы Что трекер выглядел не дорожником Так что мы теперь тебе не верим Ладно, проехали Сколько раз катали на L200 туда-дазад, чтобы убедиться, что один раз застряли? Один раз, один проезд Вот там, где я остановился, видел, прорыли гору, эту скалу В этом месте у меня лопнул мост А вот эта машина была эвакуатором моим Слушай, ну, если сейчас никто, даже не так Если сейчас хоть кто-то сядет, тогда нормально за счет Если нет, то очень, он слишком подозрительный Дайте заявку Все очень просто Пашенька, подъезжай к моей машине Я следующую провожу Убили наш коптер Не снимай, не снимай Паша, убери камеру, все нормально Кто виноват? Он еще поживет Кто виноват? Я Ну, хотя, на самом деле, надо еще посмотреть логи коптера Он взлетел на небольшую высоту и сразу *** в елке Сказал логи коптера Да там черный ящик выпал с него Ну, сегодня он точно не поснимает лопасти Остатки лопастей мы сняли Одна нога у него Хромает Ну, как хромает Похоже, она выпадает Ну, это кора Это кора Это кора И сейчас мы будем во Львове искать срочно Где бы его починить Потому что хотелось бы все-таки его использовать при съемке Что почему на этой неделе Ты смотри, там камера еще выпала Камера тоже выпала, да Ну, не хочешь снимать? Мы ее пока вправили аккуратно Как в наставлении по первой помощи медицинской В принципе, мы можем взять на тест какой-нибудь телефон И примотать скотчем Как с Хоевым было Главное, чтобы он взлетел Приблизительно вот так вот заканчивается Уфрод часть теста Митсубана А еще, вы видите, машину загадили до черного цвета И она у нас, да В общем, да Сейчас я пишу пост ФБ С мольбой о помощи Ладно, я взлетаю Готовьтесь Аккуратно 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 Компот и свар Пойдем мотором, наверное, все Загорел бы вот это Я сейчас сейчас принесу Свар Не крутил Не запускай Да я понял Он сам выкупит это, да Есть ошибка гембала Говорит Ребят, вы проверьте Я случайно по гембалу не получал Гембальцем ударилась Гембалом объел Аккуратно Говорит, смените пилота Надо им кричку дать какую-то Слушай Чувак, я не вижу смысла Еще привыкнем к ним Зачем нам это Зависимость С нами же бесконечно Еще пару таких полетов Повесим его на стенку Повесим его на стенку Повесим его на стенку Проверенный движок Японский автомат И при этом нормальная цена Не выше конкурентов Как-то так Вот это основные впечатления Тачка нравится Мне она нравится Внешне Если бы я брал Пикап за любые деньги Я бы взял оборот В6 Вариантов нет Если бы я смотрел Сейчас В пределах 40 Я бы взял Вот эту вот Стайл Именно без писем Можете Поспорить со мной В комментариях Подписывайтесь Не переключайтесь Так что больше Подписывайтесь Ваши Погналы Ваши Покldи Ваши Ваши Третий Ваши Третий Третий Ваши Блок Третий 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 Ваши Это трапик в Альбоме, немножко напоминает Дели, но я не был в Дели, но по видео смотрю. Обратите внимание, как Ярик с ним в пикапе. Я предлагаю не забывать, что мы в городе. Ярик, ты в зеркало посмотри за моим чемоданом. С каким чемоданом? Ярик, твои кроссовки тоже в опасности. Я думаю, люди думают, что ты мусор везешь просто в багажнике. Да, уже в пакете. Смотри, чтобы до отеля нам не добросали еще прикольков с мусором. Тут же у них с мусором проблема, кстати. Они видят АИ и такие, о, наверное, приехали собирать. Там же в области выкинут. Ярик, помнишь, мы снимаем базу и уезжаем. Нет базы, я не вижу под меня. Нет базы. А она есть. Здравствуйте, оплачиваем парковочку. Ты больше не припарковали. Ты присмотришь за машинкой? А уже плати. Я знаю, просто потом паркуются и уходят. Говорят, мы тут стояли. Это вы у вас мусора бросаете в кузов, что лишнее. Я понял, хорошо. Слушай, а где базовая тачка? Пока еще не приехала. Нам осталось поснять базовую. Нет еще? Базовая еще нету. Ну, сейчас приедет, отдам. Чуть вперед сдай, ты там сильно на этом, на тротуаре. С коляской точно не пойдешь. Все, нормально. Львовяне, вы что, с ума сошли? 50 гривен в час, вы в своем уме? Или это развод какой-то, наклейка? В Киеве месяц можно стоять. Ну да. Забожение. И посмотрите сколько понапарковано Митсубиси. Сейчас, держи. Я витаю всех любви в Яв. И так мы нарешті приперлись, нарешті добрались до места Лева. Вот всем Митсубаном. Зараз его мы должны отдать. И сегодня в середину, мы должны быть... Ааа... 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 Аааа... 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 Ааа... 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 Я вылез. Итак, вот наш очередной отель на сегодня, называется Blum. Ну, на этом физдрайв Митсубана заканчивается. Сейчас мы отдадим тачку и потом пойдем в отель. А то, что будет происходить в Ольбове, следующие несколько дней смотрите в следующей серии бэкстейджа. Ну давай, на финальный застав. Чемодан лучше свой найди. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok